ну что погнали всем привет дорогие друзья с вами just uncle just администратор amazing сервера amazing rp и также администратор и куратор сервера sunrise rp amazing sunrise rp вот сегодня хочу поговорить с вами о достаточно важной теме которая большому сожалению ну люди не понимают ну очень очень плохо там короче все происходит и из-за этого сервер начинает быть не очень люди расстраиваются уходит на другие сервера что может быть даже и хорошо вот они пытаются найти для себя какую-то нишу да там им будет комфортно но я попытаюсь сегодня рассказать вам некоторых факторах по вашему персонажу потому что по факту люди именно люди именно персонажи делают сервер очень крутым с которого не хочется выходить вообще на который прям не знаю вы там сидите на работе такие блин побыстрее бы домой я хочу зайти в рп чтобы вот пырп шить вот с этим с этим с человеком вот дам вам несколько советов начиная с самого самого низа то есть это продумывание квенты создание персонажа взаимодействия с другими игроками как там перебороть свой страх перед рп если вы неопытные как не зажраться если вы опытный и все такое то есть очень много таких важных моментов вот многие со мной реально могут быть не согласны ну вот но я по своему опыту своему опыту курирования по своему опыту собеседования а это более тысячи человек я собеседовал за эти два года и но очень много ситуации я видел очень много ситуации я разбирал из очень многими людьми я общался вот так что начнем наверное с самого первого это создание квенты вашего персонажа то есть если кто не знает что такое квента я поясню квента это история вашего персонажа в которой прописано ну прописано все на характер возможно какие-то ваши ну там можно даже с детства взять и написать это не обязательно там прям самого детства писать там о том что какие у вас родители как они вас воспитывали и все такое и очень многие люди думают что квенты это нужно чисто для кураторов да и вообще нафиг не нужно то есть вы ее написали и забыли про нее совершенно нет ребята квента это в первую очередь сделано для вас это как пометка да как напоминалка о том что вам нужно делать и как вам нужно делать помимо правил сервера да там и все такое то есть благодаря тому если вы пропишите придумайте какую-то историю вашего персонажа да вы сможете ну вам будет проще в целом потом отыгрывать те или иные моменты расскажу как пишется квента да то есть такие моменты люди но очень часто бывают часто бывает что они не понимают и не просто других людей написать им комменту хотя написание квента это наверное самое простое что может быть в рп если вы хотите играть в рп если вы можете играть в рп что ж в первую очередь вам нужно придумать имя и фамилию вашего персонажа то есть я буду рассказывать на своем примере как я придумал квента я их никогда не писал они у меня чисто всегда были в голове но людям неопытным я реально рекомендую прописывать эти секвенты потому что повторяюсь это как шпаргалка вот который вы сможете смотреть и плюс к этому всему кураторы в крайнем случае не смогут увидеть какого персонажа вы сможете отыгрывать помимо ваших рассказов вот придумывайте имя любое имя честно вам скажу что лос-сантос это аналог лос-анджелеса и ну как бы русские в америке это такое себе то же самое не русские то есть ну типа лучше всего придумывать именно американского персонажа можно там француза то есть но европейца но не снг то есть снг когда создают снг персонажей это не очень круто это портит атмосферу но бывают яркие исключения когда например какая-то компанию людей опытных людей например вырывается на каких-то ну на какую-то русскую компанию да там типа там русская мафия да там или что-то в этом роде из этого может выйти какой-то интересный рп но когда вы один лучше этого не делать вот просто рекомендация создавайте персонажа там любые имен в америке тысячи ты десятки тысяч сотни тысяч вот поэтому просто придумать имя фамилию от этого будет очень хорошо все дальше я вам лично рекомендую конечно тут мнение они полностью 50 50 и даже больше всего но я вам лично рекомендую играть на хэшах вот это это пример хэша есть нулевой скин то есть фри скину это на котором огромное количество кастомизации в плане одежды то есть виде лица прически там и все такое я вам честно скажу в gta 5 она реализована плохо все персонажи однотипны и похожи друг на друга абсолютно поставить 10 хэшей вот просто поставить 10 хэшей и 10 фриз кинов даже от полностью разных там по максимуму разных хэшей все будут отличаться полностью а все фриз кины будут вот одинаковыми реально это моя просто лично вам рекомендация на это уже решать вам а после того как вы придумали имя вам желательно подобрать какую-то внешность под вашего персонажа потому что это очень очень важно даже можно на самом деле да вот потому что можно сделать на фриз кине такой хэш который скин точнее внешность которая реально будет отличаться в каких-то моментах но в общем и целом это все одно и то же абсолютно все одно и то же никакой разницы совершенно нету когда на хэшах есть и рост и вес и там мышцы или худой бороды лицо у них у всех но почти у всех разные лица и подобрать хэш можно с учетом того что есть реально хэши где достаточно большая кастомизация но вот например на данном хэше да у меня всего сколько там по моему один головной убор все просто один головной убор больше ничего нету но тем не менее этого мне достаточно для того чтобы отыгрывать этого персонажа далее после того как вы придумаете вы вам важно очень когда вы прописываете квенту представить как он будет выглядеть в вашей квенте вот хотя бы представить потому что на некоторых серверах вы сначала предоставляете квенту да потом пытаетесь создать персонажа под вот это хэше есть куча сайтов например вот викира hmp где есть все хэши в gta 5 их очень много их реально очень очень много можно на них нажать посмотреть как они выглядят ну вот так и не забывайте что у каждого из этих хэшов есть какая-то кастомизация вот реально у каждого хотя бы один пункт ну 99 процентов случаев хотя бы один пункт одежды который можно сменить или лицо их можно реально поменять вот у всех них есть вот что-то вот такое вот поэтому пробуйте пробуйте поиграть на хэше потому что они реально атмосферные можно отыграть вот этого атмосферного человека но львы и скины это когда но вы не можете найти хэша подходящие под ваши задумки далее когда вы придумали имя приблизительно представили себе как будет выглядеть ваш персонаж вам важно прописать его историю в целом откуда он то есть где он родился это очень важно одно из самых важных моментов можно придумать ему там родители как они на него повлияли но это не обязательно но в целом если у вас персонаж например но не стандартного характера скажем так но необычный человек да который но просто разговаривать типа как вот я сейчас вами то моменты но типа он очень грубый желательно прописать почему он грубый да то есть это реально важно прописать то есть что случилось в его жизни что вот на него так повлияло что он стал грубым или наоборот он стал пускай очень жестким то есть но будет там отыгрывать и реальный человек который там всего будет бояться там и все такое это кстати очень круто далее когда вы продумали его такую предысторию придумали характер до который вот будет присутствовать вашем персонаже и тут я вам честно скажу что не придумывайте стандартных персонажей но то есть вот так же как вот и вы есть вырвал не делайте так и никогда не при ни при каких условиях не создавайте мэри сью персонажей мэри сью персонаж но это такое название их это вы это просто вы и вы себя переносите в игру никогда так не делайте это самое ужасное что вообще может быть потому что все что происходит в рп вы цепляетесь на себя вот именно вы воспринимаете все что там происходит на себя и если что-то с вами произойдет в рп плохо ну например вас там вывезут и забьют или девчонок боже упаси там что и там изнасилуют или еще что-то с ними там произойдет они вырыл начнут плакать пацаны начнут обижаться если у вас социалка с девочкой у вас там что-то не получилось вы пойдете в депрессию просто поверьте это так оно и есть если с вами это не произошло и вы отыгрываете мэри сью персонажей значит потом с вами это произойдет и потом вы задумаетесь но лучше всего заранее не делайте так не создавайте мэри сью персонажей это реально вот такая ситуация но я понимаю что это очень тяжело продумать что-то вот не связанное с вами но на самом деле все очень легко даю совет как не создать мэри сью персонажей вы обычный человек как я как и вот тысячи людей которые играют в рп на и вы например да у вас обычная работа вы зарабатываете ну там 20 30 тысяч рублей в месяц работаете там на обычной работе ничего у вас в жизни не происходит то там но обычно там семья дети или или еще хуже вы там типа еще молодой то есть там 18 18 там 20 лет ничего еще по сути в жизни там не увидели но в большинстве случаев есть исключение ну и то есть вы такие типо сидеть таким так ну пойду создам персонал самое простое типа вот сделаю такого-то такого в этом случае возьмите и создайте полную альтернативу вас то есть если вы добрый создайте злого если вы там ну разговариваете ну типа ну вот как я с вами разговариваю разговариваете жестче тем самым во первых вы в себе можете открыть актерский талант который ну реально есть очень у многих людей он реально есть во вторых вы реально прочувствуете что такое рп я это сейчас рассказываю по своему примеру потому что мой первый персонаж был мэри сью он реально был мэри сью персонажем и когда я создал вот этого персонажа я понял господи боже мой какой же я вообще тряпка вырыл был и вот вот этот персонаж вот этот персонаж он изменил меня вырыл вот серьезно когда его создал я понял что блин я увидел свои ошибки насколько это была пососня вообще это реально было отвратительно как я такое мог играть я не понимаю как со мной могли люди рп шить я тоже не понимаю потому что это реально было жесть я для себя вот взял вот этот опыт что реально я вот этот персонаж он полна полная противоположность тому ну вот я потом на примере это все покажу поэтому реально пробуйте создать другого персонажа который на вас не похож вот реально не похож какие-то моменты как ни картина вы будете использовать у себя то есть если у вас например вырыл аустрофобия да то в рп вы тоже будете чувствовать себя некомфортно когда вас закроют в маленькой комнате там например в в тюрьме ну то есть реально вам будет очень комфортно есть такие моменты вот но тем не менее некоторые свои возможности можно и даже нужно переносить в ирл ну например опять же на своем примере я графический дизайнер да я умею работать в фотошопе да я уверен что многие из вас умеют работать в фотошопе и на самом деле если вы не умеете работать в фотошопе реально научитесь это не сложно уроков 20 которые идут по 20-30 минут все вы владеете фотошопом ну видео уроков я имею ввиду которые на ютюбе их реально сотни тысячи просто научитесь владеть фотошопом это полезно в жизни личная рекомендация просто вам вырл и например я пошел работать в лайфевендор да и создал свою типографию просто пришел к людям там в полицейский департамент говорю ребята давайте я вам сделаю визиточки я потратил на одну визиточку ну 10 минут потом попросил кураторов выдать мне админ бумагу да чтобы прям там было написано визитка я думаю ну даже на фришке ну такие моменты ну куратор ну должны как бы одобрить и выдать вам их просто control c control v control c control v взяли там выдали 10 там 20-30 визиток вот этому человеку тем самым заработав ну приличное количество денег я тогда заработал что там 20 или 30 тысяч долларов за там ну часа 3 просто 3 часа 20-30 тысяч долларов ни один фарм вам такие деньги не придаст это просто вот я свою возможность вырвал да как бы перенес в рп и тем самым создал возможность не фармить вот просто вам как пример и таких моментов может быть очень очень много если у вас есть там знания психолога медицинские знания знания как работают копы механики да там и все такое вы вот эти вот знания можете переносить в рп и это будет очень здорово потому что а если вы ну например пойдете на медика и вы знаете ну медицину в целом как она работает у нас вот есть на санразе отличный игрок вот он как я понял парамедик вырвал ну в россии да и ну когда я увидел как он рп шет это было очень вот кстати да а им душный медик когда я услышал я очень сильно удивился потому что каждое свое действие которое но когда проводят операцию он обговаривает оба обговаривают это медицинскими терминами ребята это очень атмосферно и то же самое если вы механик и вы разбираетесь в машинах если вы там скажете там карбюратор там конденсатор я просто вообще не шарю в спасибо мы же за сам если вы шарите в этом деле да то это будет очень атмосферно когда там к вам приезжает человек да вроде бы но по механике ему ну просто надо починить машину а вы да со своими знаниями можете взять и вот просто сказать ну вот как в россии да вот вам только масло поменять да там или типа вот это поменять там бампер слушайте а у вас тут что-то аккумулятор надо еще поменять что-то движок у вас барахлит типа и вот с вот этими терминами там да надо там поднастроить то-то поднастроить все это и игрок когда это увидит но мне кажется ему ну реально должно быть атмосфернее намного чем он просто придет вы подойдете что-то там чик-чик-чик нажмете на одну клавишу все и он уезжает на своей вот этой типа починенной машине используйте свои знания ирл знания каких-то профессий в рп вот это реально очень полезно и благодаря этому да вы можете продумать какого-то своего персонажа даже если он будет его реально можно использовать вот нет не надо просто ремонт ну а пока я на своем сервере разрешаю лично тебе если он говорит что мне просто ремонт то ты когда он к тебе приходит и говорит просто ремонт ты можешь вот этот ремонт просто ремонт делать ну минут пять десять ну типа вот так но если там это не коп какой-то да там и все такое я тебе лично это разрешаю как и всем медикам потому что но на закрытом сервере такое быть не должно немножко курирование произошло на стриме далее когда вы вот продумали да что вы умеете делать что вы не умеете делать в ирл да чтобы возможно перенести это в рп как не минус да а как плюс shortened потому что в большом сожалению очень много людей переносит именно свои минусы в рп а вот и это очень сильно уничтожает серверв в целом это реально становится очень очень плохо поэтому реально не переносите свои минусы ну смотря какие всё вот но просто в целом минусы не переносите Плюсы переносите Будет очень неплохо Далее, когда вы продумали характер Когда вы продумали вообще в целом роль, на которую вы пойдете Да, если вы цивил Да, то есть, ну, обычный человек То вам нужно обязательно Вот это на самом деле одно из самых важных При создании Квенты Продумать цель вашего персонажа Никогда не создавайте банальных целей А-ля заработать деньги, найти женщину Это невероятно скучно Это уничтожает РП вообще в целом Это просто вот это социальное РП Которое нахрен никому не интересно Ну, по факту это реально никому не интересно Продумайте цель вашему персонажу Придумайте Даже не то, что продумайте, а реально придумайте цель вашему персонажу То есть, ну, если вы идете на копа То, ну, это не значит, что поймать всех преступников Да, если вы идете на механик Это не значит, что починить там все машины и все такое. На данных ролях вам нужно придумать вашу жизненную какую-то, ну, я имею в виду в жизнь персонажа, придумать какую-то ему цель, да. Ну, я не буду кидать мету по поводу... Ай, ладно, пофиг, я все равно на нем уже не играю. То есть, например, вот этот персонаж, на котором я играл, он ну, просто так, небольшая квента, да, в Техасе он ограбил со своими коллегами банк, украл оттуда 10 миллионов долларов, ну, лично ему ушло 1 миллион долларов, потому что его дочка, ну, очень сильно болела, и он пытался вот эти деньги полностью, ну, перекинуть на ее счет, но, к сожалению, он был в розыске, поэтому он переехал в Лос-Антос, да, чтобы здесь залечь на дно, ну вот, и потом постепенно пробовать перекидывать эти деньги туда. В то же время найти медиков, которые им помогут, и попытаться войти в доверие к копам, к шерифскому департаменту, которые, возможно, ну, если они станут очень хорошими друзьями, смогут его прикрыть, смогут его как-то отмазать, и все такое. И по факту я эту цель и реализовывал. На данный момент мой персонаж, ну, очень хорошо общается с шерифским департаментом, но только с медиками я так и не доделал этого. Я, к сожалению, не закончил историю этого персонажа, чтобы он свалил. Но вы представляете, какое бы это РП могло быть, когда я бы постепенно внедрял вот эти вот штуки, типа ограбил банк, да, там какую-то новость, там газетку подкинул, да, там в оси-инфо что-то написал, вот, и типа коп об этом узнали, да, и потом, вот знаете, вот под самый финальчик такой, вот я уже вот просто весь шерийский департамент меня там вот любит, да, вот не хотят подставлять, но они понимают, что им нужно поймать его. И тут вот, знаете, такой момент, я уже вот готов там сесть на самолет, улететь дальше, там помогать своей дочке и все такое. И тут просто коп такой стоил, блин, стой, стой, отстой. Я ему там говорю, друг, ну вот такая, такая ситуация, ну дочка может умереть, если я сяду, я никогда ее не увижу. И вот тут вот такой вот жесткий, сложный момент, либо отпустить, либо вот, блин, реально его поймать, тем самым, грубо говоря, уничтожив дочку, да, никогда он не увидит. Вот это вот моральная вот такая вот ситуация. Ребят, и вот такие моменты, вот когда такие моменты могут прийти из-за того, что вы изначально продумали себе какой-то возможный такой исход, вот это просто невероятно круто. Это реально невероятно круто, когда такое происходит. И вот этот персонаж у меня был на зомби-ивенте, и что-то подобное, вот какие-то, вот такие же вот ощущения, которые я себе представлял, что такое может быть, когда я создавал этого персонажа, они были на зомби-ивенте, когда мне, вот этому персонажу, да, пришлось подставить своих друзей, с которыми он выживал ради выживания человечества. Просто человечества, да, вот, то есть, вот он, он нашел вот этот вирус, у него все было, он создал, собрали вот эту лодку, ему нужно было вот уехать, вот в эту вот штуку, чтобы, возможно, вот даже не то, что выживание человечества, а шанс на то, что человечество выживет, и он вот подставил, и вот там такой момент, вот чувак, который играл, игрок нашего сервера, играл со мной, у меня впервые за два года, у меня просто потекла слеза, от вот невероятной атмосферности данного момента, как мы все вот сдружились, и вот тут просто такая жесткая подстава вроде бы от него, а с него вот такое-такое. Ребят, продумывайте ваших персонажей, продумывайте, серьезно, реально думайте над тем, что может быть. Цель вашего персонажа должна быть всегда, вот просто всегда, потому что, когда вы заходите в РП, вы должны двигаться к вашей цели, но не сразу, делайте это постепенно. Посмотрите фильмы, мультики, почитайте книги, используйте идеи, которые были в этих фильмах, некоторые вам скажут, это посос, ну, аля, знаете, вы создадите Джона Выка, например, ну, это посос, ну, это реально посос, когда вот такое, то есть вы, по сути, создаете себе бессмертного персонажа, который очень круто стреляет, и все такое, и, типа, там, найти собаку, да, там, и отомстить каким-то своим вот этим штукам, это посос. Смотрите более глубже на сюжет для вас, который может произойти, на реально, там, ну, минимум на месяц, вот. Продумывайте. Цель вашего персонажа, это самое важное, что может быть. Если вы не продумывали цель, то поверьте мне, РП, который вы будете создавать, это будет полная пососня, это будет совершенно никому не интересно, даже если вы думаете, что у вас интересный персонаж, когда у вас нету цели, а нет он неинтересный. Ну, просто по факту, вот, просто запомните это, всегда продумывайте, и не забывайте, что цели могут появляться во время РП. У вас может появиться вот эта идея, желательно, если эта идея, но она такая нестандартная, то лучше всего об этом сказать кураторам, обговорить с кураторами, типа, можно ли такое вообще реализовать на сервере. Вот. Обдумайте это все. Собственно, да, вы продумали характер, цели, посмотрели, возможно, какую-то внешность, да, идет следующий фактор, о котором я, можно на пальцах сосчитать людей на всем нашем проекте, которые это используют. Что самое забавное, 99% вот этих игроков могут это использовать, но почему-то не использовать, типа, думать, что нет, я не умею, я не могу, мне некомфортно, и все такое. Ребята, все это могут, вот, до того, как я сказал, что, типа, все это, короче, ребята, это могут абсолютно все, вам важно просто потренироваться. Это изменение голоса вашего персонажа. Смотрите. Я на самом деле арирую. Вот то же самое, да, вот я хвалил сейчас нашего душного медика, да, за то, что он классный медик, но у него все персонажи одинаковые. Разницы нету вообще. просто. Его даже наши игроки в РП, когда он убил своего предыдущего персонажа, он заходит за нового, они его называют по имени предыдущего персонажа. Это очень-очень плохо. Это реально очень-очень плохо, когда такое происходит. И даже не то, что изменение голоса, а изменение манеры общения у разных персонажей, оно должно быть. У меня, например, нету ни одного персонажа, а их у меня было, ну, штук 30, может быть, 40 за все это время, включая ивентовых, который говорит моим голосом, в котором я сейчас с вами говорю. И, ну, смотрите, например, вот я выбрал такой хэш, ну, да, вот, ну, допустим, вот представьте, что вот вы стоите и смотрите на меня, да, вы стоите, смотрите на меня, и я такой... Сейчас, извините, меня горло немного пишет. Да, привет. Типа, я Билл Мюррей, там, все такое, там, тролливали, все делали, ну, вот, я там живу в Сэнди Шорс и все такое. Да? Вот. Ну, ну, скажите, ну, вот напишите плюс чат, что на такой голос он не подходит данному персонажу. Если вы с этим... Если вы с этим не согласны, можете написать минус. Мне вот просто интересно, да, вот ваше мнение. Хорошо. Теперь я беру свой голос и делаю его чуть-чуть ниже. То есть я начинаю делать свой голос ниже. И начинаю разговаривать вот так. Здорово, меня зовут Билл Мюррей. Я живу в Сэнди Шорс и я просто от язвы парень. Лучше? Но лучше. По факту лучше. Ребят, изменение голоса, оно очень легко. Вы можете говорить, ну, там, например, возьмите одно слово. Вот. Я вас сейчас просто научу, как менять голос. Вы можете прямо сейчас, сидя перед вашими мониторами, просто повторять за мной. Просто повторять за мной. Возьмите себя за... Немножко за горло, ну, так, легонечко. Блин, мне очень, конечно, тяжело сейчас менять голос, потому что горло побаливает. Возьмите себя вот чуть-чуть за горло, легонечко, реально легонечко, и говорите слово «Привет». Своим голосом. Привет, 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 привет. Теперь начинайте, чуть-чуть сжимайте, ну, само собой, ни в коем случае не душа, а свое горло. Это важно, чтобы вы прочувствовали, как у вас работает горло. Начинайте говорить чуть ниже. Привет, 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 привет. Пробуйте. Вот, просто пробуйте. Привет, 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 привет. Если у вас, вот, например, вот такой голос появился, вы спокойно можете брать и отыгрывать толстых персонажей. Вот, спокойно вообще. Потому что разговаривать вот так, для толстого персонажа, это, в принципе, неплохо. Или можно сделать его более жестким. Чтобы разговаривать вот так, все очень просто. Для толстого персонажа это все отлично. Например. Или же вы можете взять и сделать его чуть выше. Опять же, берем за горло. Привет, 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 привет. То же самое. Да, и поначалу вам будет некомфортно, но просто пробуйте это делать. Заходите кому-нибудь на стрим и просто повторяйте, даже нет, просто нажмите на любое видео на ютюбе, где, ну, просто какой-то блогер что-то там либо рассказывает и просто повторяйте за ним то же самое, что он говорит, но только другим голосом. И вот если вы научитесь делать вот это, это уже очень неплохо. очень-очень неплохо. Потому что тем самым ваши персонажи будут разными. И это реально очень легко. Для второго голоса. Да, не сжимать. Вы просто кладете руку на горло, чтобы прочувствовать, как у вас работает ваш голос, да, когда вы разговариваете низким голосом, где вы чувствуете намного жестче басы, или высоким голосом, где басов практически нету. Вот в чем соль. Вот. Я не говорю, что вам нужно играть в РП и держать свой голос. Это вам нужно для практики. Просто вы идете, готовите, поставите себе там, я не знаю, реально какое-нибудь видео на ютюбе, и просто пытайтесь повторить за человеком все, что он говорит, но только с другим голосом. Вот и все. И потом под вот этот голос вы сможете подобрать себе внешность, если это нулевой скин. Если это хэш, то в идеале вам найти хэш, который вам нравится, и под него уже начать подбирать голос. Этому персонажу, да, я тоже сидел такой, вот пробовал вот это вот все, типа менял голос, то есть менял баритон и все такое, но не подходил. Я решил сделать жесткий голос, от которого у меня после часа разговора горло болело очень жестко, но после этого часа, особенно на следующий день, когда горло немножко отдохнуло, у меня полностью голос привык, вот, и все стало отлично. За этого персонажа я разговариваю именно вот так. И, ну, я считаю, что ему подходит, но намного лучше, чем говорить там высоким голосом или просто чуть ниже. вот, и когда такое происходит, вот, например, есть шориф, да, вы знаете, в Esmage, и я вот, например, когда вижу на других серверах вот этот хэш, и там звучит другой голос, я не могу представить этот хэш, вот, реально, я не могу представить этот хэш с другим голосом. Он все, он у меня в голове, это значит, что в Esmage, да, который вот был на этом шорифе, он вот просто, ну, идеально к нему подобрал. И также с этим, со своим вот этим персонажем, когда я вижу, я не могу представить вообще другого голоса, потому что, ну, лично я считаю, что он подходит, не идеально, но подходит. И тогда я такое видел, что там человек разговаривал, ну, это тоже забавно, ну, типа, здрасте, я-то вот такой-то, такой-то. Вот, то есть, реально вот такие, это было на зарубежном сервере, вот, и это было очень забавно. Да, Пандевич, например, но, не, ну, Пандевич, да, у него намного лучше получилось, потому что до этого на этом хэше играл Брис, и у него тоже был очень крутой дед, но вот Пандевич на своем деде вообще отлично отыграл, просто суперски-пуперски. И реально, вот эти вот хэши, вы, грубо говоря, понимаете, если вы на них поиграли, и люди это увидели, и у вас это реально очень круто получилось, то другие игроки, им даже стыдно просто брать эти хэши, вы, грубо говоря, навсегда просто забили этот хэш под собой, даже если вы уже, ну, просто вот не играете на этом хэше, потому что он другой человек, который знает этого персонажа, но ему реально, ему будет стыдно отыгрывать что-то не похожее на это, то есть, это жесть. И это, и это круто, пытайтесь добиться этого, менять голос несложно, но это я вам показывал, как делать выше или ниже голос, но есть еще, еще проще методики, это, например, менять просто манеру общения, например, ну, мне, конечно, менять манеру общения без изменения голоса очень сложно, но, тем не менее, это можно делать. Самое элементарное, что вы можете делать для вашего персонажа, это говорить быстрее или говорить медленнее. То есть, сейчас я разговариваю с вами медленно, тем самым, например, показываю, что у моего персонажа спокойный характер, он вдумчивый, да, он там умный, он уже там добился всего и все такое, то есть, просто разговаривает очень-очень медленно. Или наоборот, разговаривает очень-очень быстро, мне постоянно надо что-то, что-то, что-то делать. Если вы вот так сделаете, это уже тоже очень круто. Например, если вы разговариваете очень-очень быстро, то значит, вы очень активный, вам постоянно нужно вот что-то либо делать. То есть, если вы разговариваете активно, очень-очень быстро, то вам постоянно нужно что-то реально делать, вот что, вы не можете стоять на месте, когда там идет даже просто какая-то, не знаю, ну, вот этот РП-круг, Ну, я его так называю, да, когда вот люди стоят вот так в кругу и общаются. РП-круг. Вам нужно постоянно там, знаете, что-то в телефоне покопаться, что-то там через мишку написать, там что-то копается в карманах. Или еще лучше, вот когда вы разговариваете быстро, я вам рекомендую, ну, это такие походки есть вот очень много. Мы к походкам еще вернемся. Во. Разговариваю очень-очень быстро. Да, 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 угу. Да. У нас происходит отличное общение. Вот, то есть, вот походка, которая еще делает визуально, подтверждает вашего персонажа, характер вашего персонажа. Это не значит, что он под спидами, конечно, но можно, да, там отыграть Нарика какого-то. Разговаривай быстро. Или же, наоборот, персонажа спокойного, да, которого вы часто можете использовать... Где она у нас там? Нет, здесь руки не то. Руки за спиной, по-моему. Вот. Да? И вы разговариваете очень медленно, да, делая вот так. Не забывайте, да, что походки какие-то можно совмещать с анимациями, которые воспринимают только верхнюю часть тела. Пробуйте это делать. Серьезно. Меняйте голос. Тренируйтесь. Вот реально тренируйтесь. И у вас все получится. Это может сделать любой человек. Я сам думал, что я никогда вообще не умею менять персонажа. Мой самый первый персонаж, я себе создал француза. Да, и это следующее. Как бы это акценты. Акценты... Тут надо реально тренироваться. Видите, например, француз говорит по-русски. И слушайте, как он произносит акцент. И есть вот некоторые правила. То есть во французском акценте... Это реально самый простой акцент, который я когда-то либо использовал. Потому что надо просто букву R выделать. Обязательно. Буква L. Немножко так. L. L. Ее делать. И у вас все получится. Также, если вы, например, хотите использовать французу, то посмотрите какие-нибудь французские слова. Запомните их. Бенжур. Жутеву в Изабель Мещери. Ариуа. И все такое. Выпишите себе их. Вот реально, выпишите себе их. И пробуйте использовать. Я никогда не отыгрывал еврея, но у нас были игроки, которые отыграют еврея. Я никогда даже не пробовал. Но типа еврея, они типа... Да что таки тут делается? А почему вы таки вот начали вы ко мне приебываться? То есть, ну, я вот просто попробовал. Скорее всего, не очень похоже. Но, тем не менее. Просто вот попробовал. Впервые. Это можно реально делать. Используйте это. Вот реально используйте. Потому что тем самым вы подтверждаете характер вашего персонажа. И он становится очень интересным. Даже просто в общении. Потому что запомните одно очень важное и, наверное, самое главное правило, как взаимодействие с другими людьми. И как вот... Что поможет вам создать интересного персонажа. Как только вы... Вот самое ваше первое взаимодействие с другими игроками. Если они улыбнулись в Ирл. Да? То есть, ну, не от шутки, а просто от внешности вашего персонажа. От того, как он говорит. И вообще в целом. Если они улыбнулись. То этот игрок захочет с вами играть и дальше. Если это было ну а-ля... Ну, такой, типа, ну, увиделся. Да, здравствуйте. Вы кто? Я там, Вася Пупкин. Вот такой-то, такой-то, типа, механик. То этот персонаж не запомнится. Он просто... Ну, да, типа, есть такой персонаж, но, типа, не запомнится. Если вы сделаете персонажа, который будет хамить, материться. И говорить там обычным голосом. И вообще ничего. То есть, негатив получит другой игрок. То этот игрок с вами больше никогда не захочет играть. Ну, то есть, он, типа, такой... Ну, да, можно дать шанс, конечно же. Может, я чего-то не знаю. Но реально возьмите и создавайте очень интересные персонажи. Даже те же самые гэнгста, они могут реально показывать очень красивое и качественное РП. Но главное не перебарщивать. Потому что Крайм, особенно вот Гетто, это очень-очень тяжело отыгрывать. На самом деле это достаточно сложная роль. Если вот отыгрывать, вот прям как нужно это отыгрывать. А не то, что я иногда вижу на многих серверах. Не только на шоу-проекте. Где там люди говорят своим голосом, вообще не запариваясь, не используя там гетовские словечки. Не используя, да, там... У нас есть замечательный функционал нажатия на L. Где ваш персонаж начинает врубать мимику жестов. Да, и у нас можно взять... Где там это делается? Я уже не помню. Настроение? Нет, это, по-моему, в настройках. Жестикуляция. Вот, у нас есть... Вон, даже группа есть. Кстати, у группы я вообще не помню. А, ну вот, да. Раз, там что-то. Есть вон гэнгста. Типа, ты чё, йоу? Что ты ко мне приперся тут? Я даже говорю своим обычным голосом, да? Но просто... Добавляю вот это йоу. И всё. Типа, можно говорить, но намного жёстче. У меня лично, ну там, гэнгсты, они говорили... Ну, точнее, у меня был балос, вообще там, 16-летний, который... Эй, йоу! Ты чё тут вообще? Ты на какой район приперся, йоу? Да я тебе сейчас пушку в одно место засуну, прострелю, там всё нахрен. Ты чё, йоу? Ну вот. Я могу, конечно, показать этот клип, но лучше не буду, нет, своего РП. Потому что это, конечно, дебилизм, но было смешно, да. Вот. Используйте, ребята, и споль-зу-зу-те вот эти моменты. Менение голоса. Можно даже китайский, японский акцент использовать. Это тоже прикольно. У меня тоже был китаец, и он что-то... Но в китайском там у них нет буквы R. Все буквы R вы заменяете на L. То есть, расставание, вы говорите как ласставание. Во! Очень классно. У меня на моём китайце, типа, я очень часто любил так троллить людей. И типа там вот эту скороговорку, которую мне вырыл тяжело говорить. Как там она? Клара у Карла украла кораллы. Карл у Клара украл кларнет. Вот. Она китайца? Я это говорил. Клара украла украла колала. Клара украла украла кораллет. Ну, только ещё добавлял немножко высокого голоса. Клара украла украла коралла. Клара украла украла кораллет. просто брать пример можно спокойно говорить таким голосом серьезно это не слезня вам нужно плёстя поплёбывать плёстя плёбуйте и все записи этого снима останется в общем доступе спать спать поля спать ладостью бы посмотрела я эту запись обязательно залью на youtube и потом конечно же скину там в факт где люди смогут это все посмотреть может быть даже возьму и с тем кодами где все какие темы обсуждаются вот используйте да ну японец у меня японец не получался но я не сильно тренировался но у японцев у них там они очень жестко говорят я я сейчас не смогу продемонстрирую потому что ну японская лично для меня это очень сложно ну вот я что-то пытался когда-то но я не помню честное слово это был ивент на 10 минут там японца отыграл вот но у некоторых получается японский у нас был один на игрок который отыгрывал японца и у него был реально очень крутой японец реально такую прям он ух 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 вот а также можете использовать какие-нибудь ну не знаю из фильмов из мультиков персонажей реально пробуйте но то есть вот микки мауса я никогда не пробовал но надо потренироваться я сейчас не могу вспомнить чё как но мне по моему микки маус не получался вот но например из соус парка да у меня есть врач он не стандартной ориентации вот и он у меня блин тут на самом деле надо в хэше это все показывать вот чтобы вы реально поняли насколько вот это все вот он по моему если вам покажу не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не вот такой вот этот медик но у меня там было совершенно другое лицо вот вот мой родник вот он замечательный еще обязательно часы по часы очки вот и еще очень обязательно настроение вот вот такой вот этот медик да то есть можно спокойно отыгрывать сюда взять этот хэш и можно говорить немного выше это ему в принципе подходит можно говорить немного ниже это тоже ему подходит но обычно голос ему не очень подходит но мой лично голос не подходит но для этого персонажа я например взял из соус парка персонажа психолога да чуть-чуть заменил парочку слов за место понятненько я начал говорить ясненько а еще у него фишка была типа давайте посмотрим что у вас тут такое да у вас тут раночка это очень плохо но не беспокойтесь мы сейчас все сегодня посмотрим да все будет хорошо ой слушайте а вы смотрели проверяли вашу про остатку я бы мог вам ее с большим удовольствием посмотреть я специалист в этой сфере поэтому давайте сделаем прямо сейчас снимайте штанишки да вот голос то есть он я смотрю во все ржете то есть но вроде бы смешно да вроде бы страшно но это прикольно типа или то же самое да вот обычным голосом давайте с вами ложитесь посмотрим какая у вас ранка но да это ранка конечно не очень но не беспокойтесь мы с вами все проверим а вы проверяли про стату если что и специалист в этой сфере ну не то поэтому пробуйте развивайте я вам но представил вот своих персонажей да у меня реально очень много персонажей которые говорили вон там вот блин надо вам еще на этом своего пособия персонажа который создавал это вилле сейчас где он вилле вот он мой рудненький вот он мой рудненький хорошенький а нет все первое нажимал дурашка бугагашка в вилле этому персонажу но как нет к этому мы еще придем вот этот персонаж то есть но типа можно по разуму говорить можно взять просто голос деда голос деда кстати тоже достаточно легко говорить вам просто нужно свой язык упереть в нижнюю челюсть вот и говорите так даже если я пытаюсь говорить с языком который у меня просто вот в нижнюю челюсть взял упелся то уже что то но по сути я сейчас говорю как будто у меня нет зубов а если поднять свой голос чуть-чуть поднять свой голос я чуть-чуть вот и хренак и получается немножко дедушки но у меня дед не очень получается то есть но бывали моменты у меня был какой-то голос деда но и там другой хэш был вот и типа здесь можете но лично вот у меня вот этого персонажа тоже подобный голос но такой типа сейчас здорова шо вы тут делаете а меня зовут вилле или морисон да я механик ну да все как сборщик то есть но вроде бы дед но он такой веселый то есть я ему еще плюс к этому всему выставляю настроение о чем мы тоже потом поговорим и выставляю еще вот походку как раз таки подтанцовывать потому что ну вот я ему в квенте придумал что у него болезнь альцгельмер альцгеймера или гельмера я не помню как она правильно говорится но то есть он не может контролировать иногда свои действия да у него там он роняет все иногда когда когда он едет на машине альцгельмера а ну вот значит я правильно сказал альцгельмера на машине иногда он может очень резко вот так повернуть вправо или влево или остановиться или наоборот вот на секундочку утопить в пол он роняет какие-то предметы иногда он не может съесть он просит других персонажей типа помочь ему скушать потому что у него рука трясется до когда я там подхожу с кем-то здоровый с типами не ну кто-то ну типа руку да ну типа здорово да я сразу очень быстро попериться прописываю в ми что немного трясется рука или же я это про но я вообще ми ненавижу я обычно говорю все голосом типа ну вот мне кто-то здорово там это немного рука сейчас ну ты не беспокойся вот то есть это просто проговариваю вот поэтому ребята пробуйте я вам сейчас предоставил много примеров того каких персонажей вы можете создать роб просто пробуйте реально пробуйте и все у вас будет отлично изменение голоса до манеры общения акцента чуть ниже или выше говорить это настолько разнообразие это это уже больше 50 процентов для атмосферности вашего персонажа и вот как только вы это сделаете вы уже будете не такими как бы 90 процентов игроков на сервере вы сразу запомнитесь но не перебарщивайте то есть реально не перебарщивайте иногда реально бывают такие голоса они очень громкие не орите потому что уважайте других игроков которые с вами играют это очень важно идем дальше еще и попью тяжело говорить уже немножко голова кружится дальше это больше конечно относится к нашему функционалу такой функционал есть и на других проектах серверах вот это собственно внешность вашего персонажа стиль вашего персонажа как вы одеваетесь да и как вы это используете это все вот это если что мы уже час говорим о том как создать кменту и просто но не ваши рекомендации вам да внешность вашего персонажа это очень важно тут я вам покажу на примере билла своего билла мюрре вот он билл мюррей так мне надо ему поставить убрать то есть вот стандартная должна быть стандартная походка смотрите какая она у него смотрите какая походочка ну вот и представьте ээээ ты чё нахрен нахренел иди сюда ёпта шо за херня ну лично я считаю что это вообще не подходит следующее что вам нужно сделать ну помимо одежды да который но одежда она уже такая типа это это второстепенная одежда вам нужно выбрать походку для вашего персонажа лично я для этого персонажа использую быдловатую потому что во первых когда он стоит посмотрите как он стоит и даже если я говорю вот так это уже что то то есть походка это также добавление атмосферности и проявление характера вашего персонажа визуально используйте походки используйте их это очень 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 важно следующее но у нас лично недавно появился этот функционал да но есть функционал настроение да он не везде хороший но можно подобрать тот который подойдет ёпт твою мать который подойдет именно вашу персонажа ну вот например вот грустный ну здравствуйте мне вот очень плохо да то есть под каждое вот это настроение которое синхронизируем вот это вообще ты чё чувак вообще используйте эти настроения у меня лично вот он именно злой какой-то там вот этот по моему злой у меня стоит потому что ну вот вот так надо ёпта дальше это больше относится к хэшам да но у нас есть мол в котором находится огромное количество пропов которые оттачатся то есть присоединяются к вашему персонажу их реально сотни этих предметов которые вы можете использовать используйте их лично у меня но я просто сделал для своего удобства вот просто один предмет да который вот у меня у меня очень много предметов да но вот например у нас есть там авиаторские очки ну очки 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 diferente окей шляпа уже другое да ну можно можно взять а мне нету чёрной в благодарю вот тоже нет персонаж пилот твоя наушнике и же самое это все есть. А еще к этому всему у меня там где-то должна быть а, ну вот там сигара. Ой, это снять сигару. Подождите, а где сигара? У меня нет. Ладно. Вот так мой персонаж выглядит. Когда вот я за него играю. Ёб твою мать! Шо ты тут делаешь, ёб твоя? Приперли сюда, блин, на стрим. Я очень надеюсь, что вам это поможет. Полностью поменялся персонаж. Благодаря трем пропам выражению лица и походке. Полностью. Не бойтесь это использовать. У нас там не такие большие цены, да, для вот того, чтобы сделать подобных персонажей. Используйте это. Это тоже. Там можно портфельчик себе поставить. Там даже вот сейчас пирсинг появился. Он, ну, не везде работает, потому что я его делал в первую очередь под определенное лицо на на фрискне, но тем не менее его можно использовать. Этих пробов там реально целая-целая куча. Такие ожерелья там, повязки на грудь. Используйте это. Это можно также использовать и на стандартных персонажах, то есть на фрискенах. Вот. Поэтому пробуйте это все делать. Что ж, в принципе, да, на создании персонажа, его внешности, я с вами поговорил, все вам рассказал, все вам показал. Вот. По поводу Квенты. Ну, по Квенте, в принципе, мы тоже... А! Вот еще тоже очень важный момент, ребят. На собеседованиях, ну, лично мы всегда спрашиваем, по поводу, что ваш персонаж никогда не сделает, что вам нужно... Точнее, ваши достатки и недостатки вашего персонажа и рычаги давления на вашего персонажа. Это тоже пункты, которые очень важны для РП. То есть никогда не сделает. Мой персонаж никогда не ударит женщину. Да. Он... Никогда не принимает наркотики. Он бухает, но в меру. Да. Он не курящий. Он просто не курящий. И вот эта повязочка, например, на глаз, это для привлечения женского внимания. Просто. Это просто для привлечения женского внимания. Типа, ну... Ну, я так обоговорю в РП, что телочки на это клюют. Типа, ну, знаешь, он такой-такой-сякой. А на самом деле у него там просто нормальный глаз. Все отлично. Но все, типа, об этом знают. И один раз, вот за год РП на нем, меня только один раз спросили, а где ты глаз потерял? Ой, я, типа, сказал, что... Так я его не терял. На это просто девочки клюют. На эту повязку. Вот. И, типа, да, это забавно. Но это прикольно. То есть, придумывайте вы такие фишки. То есть... Ну, вот. То, что я вам сказал. Он... Ну, поскольку у меня персонаж жесткий, я вам на самом деле не рекомендую делать очень жестких персонажей, потому что они в большинстве случаев, ну, бессмертные. Вот. Я себе могу такое позволить, потому что, ну, я куратор сервера, но я никогда не делал за этого персонажа каких-то моментов, ну, прям вот... Он или победа, или его никак вообще нельзя, там, убить или еще что-то в этом роде, наказать и все такое. Для этого нужны рычаги давления. То есть, что... Чем можно на вас надавить, чтобы вынудить какую-то информацию. Ну, например, вас вывезли гетто, а вы знаете что-то либо, и они предполагают, что вы знаете. Что им нужно сделать, чтобы вот вынудить эту информацию? Самый стандарт — это, ну, напугать. Да? Типа, ну, просто напугать. То есть, пушку там наставить и все такое. Но люди очень плохо отыгрывают фир-РП. Вот. И зачастую у них были no-фир-РП. Это очень-очень плохо. Вам нужно это чувствовать. И вам нужно всегда подыгрывать в этом плане. Вот. Если вы себе это не продумали. Если не продумали для этого, обязательно продумайте рычаги давления на вашего персонажа. Вот эти рычаги давления могут быть абсолютно разными. Сейчас я вам приведу один пример, который из достаточно такой жесткой ситуации, да, вот очень жесткой ситуации, когда вас вывезла мафия, например. Да, вот реально вас вывезла мафия. И они вот будут сейчас вас пытать, чтобы вынудить какую-то информацию или напугать вас. А вы в своей квенте прописали, что у вас очень жесткая аллергия на рыбу. Самый банальный пример. И заместо того, чтобы тыкать вас стволами, ломать вам ноги, руки, пальцы, избивать вас, они просто начнут кормить вас рыбой. Или даже просто близко вот рыбу к вам, да, вот. Ну, просто поднесут рыбу, и там отыграют, что они, например, проводят рыбой по вашей коже. А по факту, люди, у которых очень жесткая аллергия, у них, ну, эта кожа, она становится очень жестко красной. Вот. То есть, ну, это очень-очень жестко. Ну, не знаю, откуда-то узнали. Суть в том, что если вы такое продумаете, и, например, идете социалить в ресторанчик, да, и, например, ваш коллега там спрашивает, что ты любишь? И ты говоришь, только не рыбу, у меня на нее аллергия. Очень важно указывать это в РП. Очень важно указывать такие моменты в РП. Да? Типа очень жесткая аллергия. А потом каким-то образом это все тыры-пыри, шмыры-пыри, и узнал именно тот, кому это он полезно. Да? И он это использовал. И из этого всего это может получиться даже немного смешная, но в умеру смешная. То есть нормальная ситуация, когда вас допрашивают рыбой, а не пулями, избиением и всего таком. И таких моментов можно быть очень много. И это как бы следующий пункт тоже вот по поводу рычагов давления на вас. Придумывайте себе какие-то болезни. Придумывайте их. Самое банальное, да, ну, это аллергия, конечно же. Также страхи, которые вы должны себе придумать. Страх пауков, змей, мышей, кабанов, длинных усов, больших лестниц, замкнутого помещения, большого помещения, яркого света, темноты, воды. Придумывайте вот эти штуки, ребят. Вот эти фобии, когда вы их придумаете, это очень круто. Особенно, если вы реально это используете в РП. А поверьте, в целую кучу РП-моментов это может вообще проявиться как-то. Потому что РП-моментов каждый день происходит очень много. И реально может что-то появиться. И над этим ваши люди могут, ваши друзья, да, люди, с которыми вы играете, они могут это использовать. Я вот помню, я отыграл персонажа, который боится женщин. Он их боится. Вот именно боится. Он считает, что они все дьяволы, которые высасывают душу просто из парней, как только они скажут какое-то слово. Он общался только с парнями. Но в то же время он не гей. То есть он натурал. И ему невероятно сложно было. Он боролся с этой фобией. Он следил, он пытался следить за девушками через бинокль. Но он даже в бинокле за ними смотреть не мог. Ему было страшно. И типа... Это было круто. Я, правда, поиграл на него всего два дня, потому что это был такой мини-ивент. Но реально используйте это, ребята. Используйте вот эти фобии. Создавайте фобии для своих персонажей. Поездить машин, мотоциклов, дождя, солнца, пляжа. Да что угодно. Придумайте. Вы можете составить список из 30 таких фобий. И тем самым очень сильно... В первую очередь вы ограничиваете своего персонажа, что очень хорошо для РП. Потому что люди, которые ограничивают своих персонажей изначально, это опытные люди. Они те, которые могут все, им все подвластно. Они реально знают все. Это вот супер скукота и совершенно не круто для РП. Используйте. Бои, если не одежда. Ну, это очень жестко, но... Да, можно. Можно попробовать, но это очень жестко. То есть не надо делать слишком жестких моментов. Дальше. Про фобии, про страхи, про рычаги давления. Да, то есть, опять же, рычаги давления — это не только фобия. Это приятное дополнение. Это возможность. Вот, ребят, вот воспринимайте вот эти фобии как возможность создания для вас РП. У вас есть фобия. Вы уже можете создать на этой фобии РП. С медиками, с обычными людьми. Там вообще с чем угодно. Вот серьезно. Вы можете это сделать. Поэтому чем больше вы их себе создадите... Ну, не надо делать там прям вообще человека, который, ну, непонятно, как он вообще живет. Сделайте определенное количество, которое подойдет вашему персонажу, да, и вы будете это использовать. Создавайте. Рычаги давления также могут быть разными. И это тоже можно упомянуть в Квенте. Ну, все мы, да, люди, мы любим своих родственников, да, там, каких-то друзей, возможно, и все такое. Поэтому, когда вы создаете персонажа и продумаете свои фобии, придумайте своих родственников, которые живут в том же самом... Ну, в вашем же городе. Или же они живут в соседнем городе, да. Там больная сестра, больная мама, там, ну, вот именно просто болезнь какая-то, старость, не старость, неважно. Какой-то друг твой, которого, вот, который вы очень цените, вы для него сделаете все что угодно. Чтобы любой человек, да, ну, например, вы сделали... Вот, это относится к крайму, но это относится абсолютно ко всем. Ну, на примере крайма. Создаете таких... Создаете себе вот таких вот тут родственников, вымышленных, да. И, например... И, например, копы вас поймали и пытаются у вас вынудить какую-то информацию. И они узнали о том, что у вас есть родственники. И тут коп, да, по... Ну, навряд ли кто-то это вообще когда-то либо использовал, но рекомендую использовать. Они могут сказать, что если ты нам не выдашь вот эту вот информацию, мы поднимем долги там твоей матери, а поверьте, в Америке должники все. У них этих кредитов набрано там на вообще такие суммы, что это просто жесть. Ну, мы поднимем кредитную историю там твоих родственников и просто вы лишитесь квартиры. То есть, своя мама станет бомжом, например. Вот. И вы такие, ну, блин, ну это же капец. А копы это могут сделать? Окей. Поняли, да? На примере копов. Точнее, крайма. Крайма, который вас вывозит. Мы найдем твою маму и просто ее там вырубим нахрен. Или твою сестру, твоего друга, мы там его подвесим над этой херней. То есть, если там не выдашь информацию, как бы будет хреново твоим друзьям. То есть, давление на родственников. Супербанальщина, но она работает. Но очень важно, вы это все как бы упоминайте в РП, когда с вами общаются люди, чтобы это все можно было сделать. Ручки давления сделали. Хорошо. Ну, достоинство, по факту, достоинство это то, что вы умеете, да, что вы можете, об этом мы в самом начале говорили. В общем, я в принципе, ну, надеюсь, что все по поводу Квенты я рассказал, да, что у вас должно быть, как у вас должно быть. Рекомендации не делайте никогда слишком крутых персонажей. Ну, Рэмбо. И никогда не делайте богатых персонажей. Это тоже полный посос. Делайте персонажей, которого не каждый человек может отыграть. Вот, серьезно. Пробуйте это делать. Вот, просто пробуйте. У вас реально получится. Если ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Сейчас сомневаться, типа, не, ну, мне не получится. Если ты так будешь думать, то ты хреновый РП-шар. Ну, серьезно. Если вы так думаете, что нет, у меня никогда не получится, или я не смогу это сделать, то я не знаю, зачем вы играете в РП. Это реально не для вас. Пробуйте, экспериментируйте, и все будет вообще замечательно. Ну, вот. Следующая, тоже еще одна рекомендация. Создавайте слабых персонажей. Персонажей, которых очень много рычагов вот этого давления. Да, и можно еще отыграть, ну, дурачков. Если вы когда-то либо отыграли дурачков, то это, ну, достаточно большой фактор. Но очень важно, это очень тонкая грань. И новеньким, неопытным игрокам, в РП я не рекомендую создавать дурачков. Вы сделаете полную фигню и получите бан. Опытные игроки, да, которые играют очень-очень много, создавайте дурачков. Пробуйте это сделать, потому что это интересно. Вон тот же самый парадокс, там, на своем баллосе, например. Ну, такой дурачок был, типа. Он там бегал с курочкой и показывал фокус. Типа-цыпа. Вот. Типа-цыпа. Типа-цыпа. Типа, иди сюда. Типа. Это было забавно. То есть, такие моменты, они запоминаются вообще навсегда, если у вас реально продуманный персонаж. Именно поэтому это самая важная часть, которая... которая создает сервер в целом. Она показывает его уровней, уровень. Вот. и... на него реально захочется заходить, если там яркие персонажи. Почему, например, Гослинг, да, он вот такой хайп вообще поймал? Потому что, да, пошли стримеры, которые уже играли РП. Ну, в большинстве случаев просто стримеры, они, ну, умеют это делать. Они умеют создавать персонажей. Потому что им нужно делать контент, да, и они реально стараются это сделать. Еще тоже рекомендация. Когда вы играете в РП, представьте, что у вас смотрит тысяча человек. Это тоже в некоторых моментах может вам помочь. И незадача вас... Вот именно... Люди ждут, когда вы покажете крутой уровень РП. Вот реально крутой уровень РП. Типа, все будет отлично. Следующее, тоже еще к этому всему. Пытайтесь отыгрывать Хард РП. Ну, нету такого понятия, как Хард РП, но пытайтесь отыгрывать вещи, которые другие люди не отыгрывают. Не таскайте с собой целую кучу воды, еды, там, всего такого. Не гоняйте со скоростью 200 км в час. Куда вы торопитесь? Ну, если только у вас не спиди-гонщик, да, что, к большому сожалению, тоже слишком много таких персонажей, потому что это легко. Вот они ездят. Ездите, там, 120, 150. Да, вообще... По правилам дорожного движения не обязательно, конечно, ездить, но это уже на ваше усмотрение. Типа, используйте анимации, ребята. Используйте анимации. Гребаные анимации используйте. Их, блин, сотни специально добавлено для атмосферных моментов. Добавлены хот-кей для этих моментов, блин. Используйте это все дело. Потому что это атмосфера. Как только вы вот покажете людям, как вы можете отыгрывать РП, классно, что вы отыгрываете все ранения. Ранения — это вообще самая ужасная тема. К ней мы еще вернемся. Ранения, там, ваши болезни, какие-то чихи, охи, вздохи, переживания ваших персонажей, о вымышленной какой-то штуке, а не то, что вас девочка бросила, блин, в РП. Вот эта социалка, которая просто уничтожает РП. В принципе, потому что люди не могут себе создать интересных персонажей. Понимаете? Если бы создали реально интересных персонажей, и вы там ебались, то я уверен, что даже вы бы ебались очень интересно. С использованием там BDS. Хотя нет, BDS вообще на этой фришке используют. Просто там постоянно, по-моему. И там даже в парней суют инородные предметы. Но не суть. Ребята, не надо вот такое дерьмо создавать. Создавайте интересных персонажей. Посидите, подумайте недельку над вашим персонажем, придумайте его. Реально, вот, все продумайте. С учетом того, если вы знаете, особенно функционал сервера, вы можете его использовать. И вообще будет просто превосходно. Но бывают моменты, вы сидите, придумываете неделю персонажа, у вас нихрена не выходит, потому что вы... Ну, кто-то вам сразу моментально обломал ваше РП. Тут, ну, я могу сказать, что не то, что дело в вас. Дело и в других людях, которые не продумали своих персонажей грамотно. Да, которые не вам, не подыграли вам и все такое. Тут, к большому сожалению, но единственная моя рекомендация, точнее, две рекомендации, это не расстраиваться и, скорее всего, поменять сервер. Раз уж такое происходит. Но также бывают такие моменты, что если вам один персонаж вот это обломал, это не значит, что другие персонажи вам все испортят. Забейте вы на вот этого дурачка, который вам испортил РП, потому что дурачки есть абсолютно везде, они всегда будут. Тут ничего не поделаешь, потому что ты стать человек, которые вот здесь у меня сидят, ну, прислушаться, может быть, к совету 2-3 человека. Я в этом уверен на 100%. Вот реально на 100%. Вот 2-3 человека, которые реально понимают, что такое РП, они хотят научиться, они хотят показывать высокий уровень РП, чтобы их уважали, чтобы их РП приводили как пример того, как нужно РП-шить. Да? Вот такие люди, да, это используют. Но все вы можете. Имеющий желание, ищет возможность, не имеющий причину. И большинство случаев причины я не умею, мне скучно, я не хочу. Если вы не хотите, то не играйте в РП вообще. Это не ваше. Если вы не хотите делать интересного персонажа, развивать вашего персонажа и развивать сервер, на котором вы играете. Но если вы это не делаете, то вы реально очень плохой РП-шер. Серьезно. Вот на полном серьезе. По поводу квенты, мы закончили, собственно, мои рассуждения. Я очень много забыл, я это на 100%, но сейчас я отвечу на ваши вопросы, закончу эту запись, и мы перейдем к следующей части видео. Будет, видимо, несколько часов, потому что мы полтора часа сейчас общаемся по поводу квенты. Следующее – это использование функционала и вообще общение, хотя общение с другими игроками. Вот. Но оно у нас и в квентах, в принципе, было тоже высказано. Отвечаю на ваши вопросы в РП. Да, она будет на YouTube, на запись. Ребят, пишите, потому что, ну, если не напишите, то я запись эту остановлю, и тогда ваши вопросы покрыньте, как ее создать, а что хорошо, а что плохо, и все такое. Я, типа, ну, вы навсегда вот этот вопрос будете думать, а что правильно, а что неправильно. Но, опять же, я вас еще раз убеждаю в том, что это лично мое мнение. То есть, я пытаюсь его навязать, потому что понимаю, что так лучше, потому что за два года кураторства на сервере, я понимаю, что именно такое, такая методика, она именно, она именно работает. Если вот так вот все будут люди делать. Вопрос не по квенте, а по маппингу. Сейчас не по маппингу и не про собеседование. Сейчас вопросы про квенту, про создание персонажа там и все вот в этом роде. Можно ли... Так, нет. Есть определенная форма квента, которую кто-то пишет. Квента, пишите в свободной форме. Нет. В свободной форме это значит, ты пишешь то, что ты хочешь там написать. Как правильно отыгрывать секс в РП, не отыгрывать секс в РП. Я жду еще одну минуту. Если нету никаких вопросов, то запись закончена. И перейдем к следующей части. Ну, видимо, видимо все. Продолжение следует...